Субтитры добавил DimaTorzok У моего телефона Оля Сало, сына Паркутц, и меня зовут Андрей Боряков. Ну, поэтому я, например, хочу попросить подбачивание за свой трохи коляльный голос, как уже застучен. Вот, ну, подбачьте. Я прочитаю один один гирш, я его хочу посвятить каждому из вас. Не то, что, ну, типа, цередки вы почуете, как почуете. И зрозумите, что, возможно, они адресуются самым для вас. Тому, не мой гирш дедушка Чупаяков, он называется «Асвіт Вартап». Асвіт Вартап, говорю я с гербатою, цей світ Вартап. И, мабуть, что найважче у ньому залишатися собою. Від перших днів своїх до останнього. Не бути ні актором, ні суфлером, Ні лянкою на пальчиках у блудну. А лишь собою кожної години, а лишь собою кожної хвалини. А з лицем отвертым твердують тюнаки. Вы знаете, чего я еще боюсь? Від атомных страхов боюсь я больше. Боюсь я, что кто-то из инопланетов КОЛИСЬ в своем щоденнику напише. Планету цю зорудь оттуда земля. И населяет ее целая сила. Ходячих швунок. Пьючих и жуючих. Яки лишь жують, лишь коптают. Лише коптают и жують. И больше ничего. Коптают пудинги, поплати, ноти, вірши. Коптают целые нации. И у них одного нет. И самих себе. Вы знаете, чего я еще боюсь? Від атомных страхов боюсь я больше. Боюсь я этого. Коптают и жують. Дякую. АПЛОДИСМЕНТЫ Верше питание до каждого из нас, в котором сегодняшний завед, что вам понравилось. Это такая стандартная массажа для молодых дворских умествлевых поетов. Клуб Миленеум. Как вам это? Ну... Вам все понравилось, так? Ну, смотрите. Организатор таких заходов. Украинский выбор. Разом с Виктором Итлючиком и очень известным поэтом Павлом Бродским. Они ездят по Украине. Они организовывают такие очень здоровые заходы. Но я хочу... Ви помните, у нас колись Ольгой Буртхич и детский клуб «Лялька»? Все его помните? Вам понравился этот клуб? Ну, люди. Вам понравился этот клуб или нет? В этом клубе выступали молодые, теперь, можно сказать, очень известные фактики, например, как Кен Айса, «Плач и ревни». И благодаря самому брату Виктору Медведчука в 2003 году закрыли этот клуб. И я хочу верить в то, что каждый из тех, кто есть здесь, кто есть сейчас у вас, я хочу верить в то, что вы не заслуговываете на то, что вас продавали украинскому выбору и Виктору Медведчуку. Еще я хочу сказать. И хочу обратиться именно до Павла Бродского. Павло, это вы чудови верши. Это вы спрашиваете, что это верши. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер. Андрей, только основная идея нашего выступления очень хорошая выставка поэзии, но еще много чего добавить. Очень приятно, что сегодня в то время собралось много львовских комиссий, и именно поэтов. Очень интересно было услышать дрожьи. Но, может быть, не каждый из нас, кто сейчас здесь знает, что меценат этого выступления, Виктор Медведчук, своего времени был одним из тех, который проводил цензуру в прессе, который проводил цензуру для журналистов. И, видно, было обмежение свободы слова. А для поэтов и для мельцев свободы слова должен стоять на первом месте. Потому что есть часы, и такие часы забыли в нашей истории, когда никто, кроме мельцев, не мог сказать людям правду. И поэтому очень важно, чтобы каждый из нас остался справедливым меценом, шел вирно за своими покликаниями, а не продавал свой талант, и не был ходячим рекламой сумнёвных людей, сумнёвных движений, сумнёвных настроек. И, конечно, я продолжу. Я уже так трошечки спостерігаю на реакцию людей, потому что нам справедливо очень важно, как мы спринали наш выступ. Я вижу ироничные посмешки, вы такие, как вы полётиклики, например, вы не поза полётикою, вы не проживите полётики, а национальности полётики используют вас. Меньш конечные можно использовать, пока вы будете на это вмешать кома-коморки або иронично посмехаться. Отже, я продолжу. Кто знает, где в Львове находится мистецкий центр «Дзига»? Я думаю, все вы знаете. Так вот, самим Петро Ведведчук своей политикой, а его брат, конкретно, как виконавец, он тогда участвовал в поделковой администрации, был одним из тех, кто могла все закрыть этот мистецкий центр. Хочу сказать, что для всех митцов, а я, до речи, також митец, правда, я художник, очень важно иметь площадку для реализации, чтобы меня увидели, чтобы я поспілкувала своими однодумцами, чтобы моя творчость не пропала. Так вот, вы думаете, что украинский выбор зацикален в том, чтобы вас каким-то чином популяризировать, не тиште себе илюзиями, ему треба хоть каким-то чином популяризировать себя. Віктор Медведчук в своем часу просто втік з украинской политики, потому что это была людина, которую юдували все. Ним еще доси юдует даже добрая часть партии регионов, не кажучи уже про других людей. Отже, ему треба как-то повертаться. Как? Он использует вас, молодых, которые еще не имеют тех спогадей, которые не имеют того досвиду. Но при первой левшой народе, как только вы начнете делать что-то свое, как только вы будете мать властную думку, вас начнут закрывать, так как своего часа закрывали Львовскую газету, так как своего часа намагались закрити Дзигу, так как закрили Ляльку, мы все живем тут в Львове, мы все користуемо с Google, можете пить и направить в Google просто в пошуковую систему Сергей Медведчук Лялька, Сергей Медведчук Львівская газета, Сергей Медведчук Украинские битцы. Если вам важно ваше майбутнє, если у вас есть чувство понимания о виду, то я думаю, просто наступный закид вы не маете тут заявляться и маете ставиться соответственно в таких проектах. Не хочу никого подобразить, я думаю, что никто из вас просто был не в курсе, на что вы подписываетесь, но я думаю, что я очень надеюсь, что все, когда у вас есть своя лидность и надалее вы сроки должны найти интернет-непрессию, ищите информацию, она доступна, мы ничего не догадываем. Дякую вам всім за увагу.